Здравствуйте, друзья! Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода, и как фанаты поздравляют продажных артистов. Валера Кипилов. Валера, кто не знает, поддерживает Путина и поддерживает войну. Почему мы сегодня здесь? Ну, потому что мы всегда со своими ребятами. Это наша кредо, и никогда никаких сомнений у нас в этом плане не было. В госпиталях, были на полигонах, были у ребят-десантников. Ребята, мы с вами. Берегите себя. Победа будет за нами. Валерчик, принимай поздравления. Кусок гадена. В жизни полный антипод своих песен. Освободился от чести, от воли и разума. Он предал саму суть рока, свободу. Топовый поклонник написал. Держи тортик. 211 лайков. Освободился от здравого смысла. Потерял и совесть, и голос. Давно выкипел. Не кипелов, а остывалов. С годами он стал гнилым. Славу нарабатывал годами. Опёрнул, что он за массовое убийство. И всё, для меня стал просто никем. Умнее не стал, а свободы не видел и не увидит. Он так и не понял смысла ни в одной из песен, которых он пел. Главное разочарование в музыке за последние годы. Теперь даже старые песни не могу слушать. Олег Газманов. Дёргая ногой, жалуется, что не может пользоваться своей квартирой. В Латвии. Я своего рода купил квартиру в Юргене, потому что там были постоянные системы, да, новые вагна. И с гостиницей было бы ещё хорошо. И что-то я взял и купил квартиру. Теперь они меня и отнимают фактически. И они будут правы её сдавать. Я не имею права приехать. Но я всегда, хотя она не пенсанс, тоже не имею возможности приехать в квартиру. Продать я тоже не могу. И имею права только платить. И имею права только платить, когда надо. Для соседей Олега это просто подарок. Можно подключиться к его счётчику, к его крану, чтобы коммуналку во всём доме платил только Олег. Уфа. Счастливчики идут в свои новостройки. Счастливчики. Жаль, со спины снимают. Не видно улыбок на лицах. В оккупированном Крыму Стали появляться вот такие надписи. Крым не наш. Военкор Максим Калашников Чует моя душа и своего может закончиться где-нибудь на Кавказе. Чует моя душа и своего может закончиться где-нибудь в районе Северного Кавказа. Сколько складов, арсеналов уничтожит враг? По каким городам Россию ударит враг? Предсказать невозможно. Войск не хватает. Почитайте, филологов в засаде даже раненых сейчас, недолеченных. Наши кидают на фронт. Это страшная проблема. То есть сейчас идёт борьба, понятно, за заморозку войны. Понятно, что Москва выиграть и увидеть, что её выиграть не может. Вот сейчас все уже так или иначе говорят о перемирии. Да не просто говорят. По три раза в месяц просят немедленно начать переговоры. Я в такси работаю. Сейчас вёз одну мадам. Говорит, приехала к чуваку в гостиницу. Чувак приехал, она рада. В итоге, говорит, её муж на СВО. Если можете, расскажите об этом так вскользь. Чтобы понимали мораль этих животных. Новости из категории сходили на штурм. Милые, родные, кто на связи, кто спрашивает за своих бойцов. Мы выбрались группой 30 человек. 38-я бригада, отряд штурм. Мы выбрались. Не все. Из 46-ти 30 человек я вывел. Братья многие легли. 200-300. Спустя один звонок от кадыровцев. Всем привет. Смотрите, у меня, короче, такая информация. Кто-то нашёлся, который был без вести пропавший. Кто-то вместо тяжёлого 300-го уже поправился в лёгкие 300-е. Видео было снято в мирном... на территории России. Мирное... не на территории СВО. Раненые выздоровели. Мёртвые воскресли. Пленные освободились. Аптей Аронович. Тискира, зажмите. Больно. Скорлупа лопнет. А вы знаете, что самый лучший подарок это книга? Вот такая. И вот такая. И вот такая. И ещё много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А ещё там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И ещё много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим ещё. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. В Подмосковье уже миллион семьсот. Те, кто был готов умереть за миллион пятьсот, быстро закончились. Американцы расследуют покушение на Трампа. Чек всего лишь на второй срок пошёл. Если бы в Конгрессе астронавт НАСА предложил бы потом обнулить ему сроки, чтобы дальше пошёл на третий. Страшно даже представить, чтоб началось. Самое интересное, вот видео, где американцы кричат службе безопасности. Чек лежит на крыше. Служба безопасности не реагирует. Вышли в идики. Офицер. Тут какой-то человек с винтовкой на крышу лезет. Спасибо за информацию, сэр. Мы передадим ее в отдел, который реагирует на угрозы. Не, я говорю, человек лежит, у него винтовка в руках. Сэр, служба наблюдения говорит, все чисто. Разведка говорит, все чисто. Служба, которая отвечает за взаимодействие этих двух служб, говорит, что все каналы связи работают, и мы с ними постоянно на связи. Не, я говорю, чувак на крыше лежит, шмалять сейчас будет, в прицел смотрит на Трампа. Не беспокойтесь, сэр. У нас в секретной службе 8300 человек, 116 офисов. У нас бюджет 3,2 миллиарда долларов. Мы знаем, сэр, как надо правильно реагировать на угрозы. Спасибо за обращение, сэр. Все под контролем. Спите спокойно. Платите налоги, чтобы дальше в службе безопасности работали профессионалы. Профессионалы.